И еще, промаршевые роты как особенность исключительно луганскую. Опустим здесь тот факт, что Феррисна признал в комментах тот факт, что они, артиллеристы, давали личный состав для аналогичных подразделений на зачистку населенных пунктов на фронте наступления ДНР. Помимо этого в войсках ДНР на роль пожарных команд было кандидатов больше, там существовали несведенные в бригады всевозможные отдельные роты спецназов, которые, зачастую, и решали исход боев, приходя на помощь, например, бригаде, убившей значимую часть своей разведки в первом же бою, в котором ее использовали как штурмовое подразделение, потому что больше некого. Разведывательно-штурмовая рота – это не просто такой смешной и диетический жир, это, увы, реальность нехватки мотивированных и хоть чему-то обученных людей. Давайте в начале драки кидаться в противника глазными яблоками, а потом, получая поебалу, жаловаться на слепоту. Здесь же, думаю, логично поместить разгадку истории с цифрами потерь, которые пляшут туда-сюда. Очень простой способ занизить реальные потери заключается в том, чтобы считать потерями на данном участке за данный период времени потери только той бригады, которая формально там ведет бой, той бригады, чей это формально участок фронта. То, что основную тяжесть этих боев зачастую выносит на себе преданные подразделения, вот эти самые роты всевозможных спецназов, стачивающиеся иногда чуть ли не до половины личного состава убитыми, как бы и остается в тени. Если кого-то интересуют реальные потери сторон в дебальцевской операции, просто перестаньте этим интересоваться или оставьте этот интерес на старость. Должно вымереть поколение людей в погонах с обеих сторон, чтобы эти данные кто-то куда-то когда-нибудь смог вытащить и более-менее официально признать. Пока что обе стороны пиарят легенды. Каждый погибший киборг убил минимум по 10 сепаров, каждый погибший ополченец вынес перед этим по 10 укропов. Никому не выгодно признать, что потери были сопоставимы. Камень второй. Во всем виноват мозговой. Да, отдельно хочу разобрать версии о том, что я, августовец, нахваливаю, пиарю мозгового в каких-то своих интересах. Это очень смешно для любого из тех, кто знаком с историей наших подразделений. Август, детище бати, одного и командиров призрака времен летних боев. В наш бат тогда уходили те, кто не хотел по каким-то причинам дальше служить у мозгового, а злые языки утверждают, что еще и технику, которую мы получали, должен был получать мозговой. Хотите два вагона желтого компромата на мозгового, сходите в август. Хотите того же на командиров, ушедших с бати в август, поговорите с призраковцами. Видимо, именно полагаясь на застарелую неприязнь двух комбатов и некоторых их подчиненных, командование в штабах решило запускать пакостные слухи про мозгового внутринародной милиции ЛНР, а не только через Шурыгина и другие ретрансляторы мнения штаба. То мозговой не поддержал наши танки, то мозговой обстреливает наши позиции в Санжаровке. Приезжаешь в Москву, читаешь Шурыгина, оказывается, что вообще во всем виноват мозговой, мозговой не выполнял приказы и так далее. Тут даже августовцу покажется, что что-то не так. Рассказываю реальную историю вопроса. Сторонним наблюдателям трудно объективно оценивать роль призрака в этом сражении, не зная, что тяжелой техники, в том числе танков, мозговой в свои подразделения с осени не получал. И нормально штурмовать украинские укрепрайоны без поддержки техники он не мог. Нечем было подавлять те огневые позиции противника, с которыми не справилась артиллерия. А она много с чем не справилась. Основный затык наступления, как только оно встретило организованное сопротивление, случился в том, что командование некоторое время просто не могло понять, где у него в этих прекрасных и стройных на бумаге подразделениях реально боеспособные боевые группы и какой они численности. А где, большое количество людей, решивших просто пересидеть войну в теплой казарме за немаленькую по местным меркам зарплату. Самый распространенный рапорт о потерях, люди просто куда-то рассосались. Часто рассасывались вместе с оружием. Гудвин на эту тему очень жестко прошелся, я считаю, но у него просто очень наболело. А призрак действительно воевал с головой. Просто потому что еще с осени никто не надеялся на кучу арты и танков, которые получали остальные. Мозговой из-за своей идеологической самостоятельности и упорных попыток на родовластие всего этого не имел. И у людей не было никаких иллюзий относительно того, насколько трудно им будет. И люди довели до максимума все то, что не зависело от военторга. По-человечески укомплектовали связь, в том числе и кадрами. Сделали отличную медицину. Аркадьевич наладил грамотную боевую подготовку. И когда, как говорит Шурыген, надо было наступать и нести потери, призрак наступал, а вот нести потери. Убеждая противника в серьезности своих намерения путем укладывания перед его позициями нескольких десятков своих двухсотых, люди смысла не видели. В чем прикол? Выгнать людей без брони под огонь неподавленных огневых точек? Господам генералам Вердина захотелось. Насколько я понимаю, когда командование разобралось, где кто способен хоть как-то воевать, танки мозговому все-таки дали. Ага, как раз наши оставшиеся. Оба два полностью боеспособных. И волею судеб я вместе с ними приехал на зону под комиссаровкой, на которой была тогда расквартирована часть призрака. Правда, танки в Адприм тут же перерешили отдать все-таки не мозговому, а паше-бандиту, для работы в Чернухина. И они оттуда уехали. Ну и у кого после этого язык повернется предъявлять мозговому, что он медленно наступал? Сами попробуйте, без танков то. Про претензии к бригаде Аркадьевич, на ЧБ бригады, высказался достаточно красноречиво. Отвечаю, бригада выполнила все задачи, которые ставило командование и даже некоторые, которые командование не ставило, например спасение выживших танкистов Августа под Санжаровкой, городские бои в Дебальцево, занятия на вогре Горовки и т.д. А потери у нас небольшие, хотя я лично считаю их более чем большими, потому что мы головой пытались воевать и у нас была такая возможность в отличие от других. И второе, для тех кто в теме. У бригады не было приказа, обеспечивать пехотное прикрытие танкистов Августа, мы узнали об этой идиотской атаке, только тогда когда она началась. Да я лично наблюдал всю картину с расстояния 5-6 километров и помочь не мог, не имел ни права, ни возможности. И я лично отдавал практически преступный приказ, высылая на эвакуацию экипажей свою пехоту ночью, в зону которую контролировал противник. Но совесть не позволила сделать по-другому. И заблудившуюся группу ЧП вытаскивали тоже призраки. Так что за любые спекуляции на эту тему попросту буду бить морду. Можно, Влад, еще на другого известного махновца, Дрюмова, вину попробовать перевалить. Пробовать будешь? Гудвин сейчас в Новороссии, может дать Паше сказать ответное слово в видеокамеру. Камень третий. Формирование бригад и корпусов. Тут я не могу не процитировать кусок нашего заочного диалога, просто чтобы читатели поняли, что Влад временами разговаривает ну вот совершенно не со мной. Шурыген, о формировании бригад и корпусов. Я вполне ясно написал, что формирование за три месяца корпуса практически нереальная задача, но тем не менее ее смогли выполнить. Я, в реале эта нереальная задача была выполнена исключительно в виде большого количества бумажек. Что сформировали то? Людей в одно место согнали, и от этого они стали бригадой. Штабы и тылы работали так, как должны были работать. Нет, не работали. Система. Какие части системы, построенной с октября по январь работали? Закрытая радиосвязь у каждого более-менее вменяемого батки с генштабом была уже в октябре. Вот она и работала. Кое-как привозили топливо, сухпа и быка. Точно так, как и осенью. Все, в общем-то, единое командование батальонами как батальонами, бригадами как бригадами. Нео. Шурыген, извини, но именно так и формируются части. Берется за основу то, что есть, базы существующего отряда. Потом фильтруется от беспредельщиков, тех кто не хочет переходить в армию и прочий неорганизуемый контингент. Потом набираются штаты, начинает завозиться техника и вооружение по принятым штатам, организуется нормальный документооборот, да восклицательный знак «да», на основе которого выделяются матресурсы, продовольствия, боеприпасы, запчасти, ГСМ и прочее. Организуется боевая учеба. И все это уложилось в два с половиной месяца. Поэтому и бардака было много и долбой абизма, но, как я уже сказал, месяца за четыре все бы пришло в норму. Будь больше времени и скоро стало бы ясно, кто из вновь назначенных командиров тянет, а кого надо менять, как работают штабы и прочее. Увы, война началась раньше. Про фильтрацию от беспредельщиков и ее результаты мы еще поговорим отдельно. Больно смешно или страшно? В итоге получилось. Штаты. Я написал, что они были бессмысленны, потому что на них все плевать хотели. В штатке вписывали людей, часто никакого отношения не имевших к должности, на которую они записаны. У меня во взводе связи было пять человек, безвылазно сидевших на боевых у Паши бандита, который был одним из тех полевых командиров, которые вошли в состав НМЛНР. Это, реальные бойцы, делавшие реальную боевую работу и получавшие за нее зарплату. По этой части, никаких претензий. Но они не были связистами и я их ни разу не видел. Со всеми вытекающими для взвода связи последствиями, у меня люди за всю операцию толком практически не спали. И таких примеров – море. Более масштабный пример – атака наших танков на 307,9. У нас не оказалось своей пехоты в том числе и потому, что в нее была записана масса людей, которые уже где-то воевали в составе других групп и начали наступление в составе этих групп. А остальные – караулили толы и базы со вставшими неходовыми танками. В лучшем случае в штатку писали полезных людей, делающих полезное дело, но отнюдь не то, что записано в штатке напротив их фамилий. В лучшем. Так зачем в штатке, если все клали на них болт? Нормальный документооборот? Что дает этот нормальный документооборот, если по бумагам одно, а в реальности – другое? Документируем мир розовых пани? Боевая учеба. Организовать стрелковую практику, чтобы люди умели стрелять можно в любой махновщине. У мозгового, например, даже при дефиците патронов, люди учились стрелять. С точки зрения боевой учебы смысл сводиться в бригады и корпуса только один – грамотные тактические учения. Роты как роты, батальона как батальона. Не выехать двум танкам пострелять из пушек и десятку солдат, из автоматов. А отработать боевую задачу – атака роты мотопехоты с приданными танками на высоту, занятую противником. На практике даже просто собрать эту мотопехотную роту в одном месте на один день было той еще задачкой. Что уж говорить об учениях уровня батальона. И так не только у нас. Я обо всем этом уже писал. Зачем еще раз рассказывать в пустоту мантры про «ну мы организовали хоть какие-то корпуса». А за четыре месяца все вообще пришло бы в норму. Год. При тех темпах боевой учебы, какие видел я, минимум год нужен был для того, чтобы вложение людского времени и прочих средств в формирование бригад и корпусов себя окупили. То, что этого года никто Новороссии не даст, было очевидно заранее. То, что никто не даст даже четвертых месяцев, тоже было очевидно. Так какого хрена начинать это делать так? Не только пустив по ветру море людского времени на оформление бумажек, но и заставив множество людей жизнями расплатиться за то, что командование корпусами, спланировав операцию на три дня, только к концу первой недели боев стало осознавать, где у него среди этой бумаги реально боеспособные боевые группы уровня хотя бы полнокровной роты. Извини, конечно, но ты можешь втирать тем, кого там не было. Пропланы были скорректированы до наступления с учетом того и этого. Но любой, даже простой рядовой, прекрасно почувствовал на своей шкуре все стадии процесса. Начало наступления с замахом закончить все в несколько дней. Потом, первое реальное сопротивление и неожиданные тяжелые потери. Потом, долгие мучительные попытки штабов разобраться, где же боеспособные подразделения и сколько их. Потом, хоть какая-то вменяемая боевая работа в условиях хаоса, отсутствия или как минимум острой нехватки всего и вся. Не надо для этого понимания быть мной стоящим у карты рядом с комбатом, доводящим до офицера в сроки и предполагаемый ход операции. Единственный результат формирования корпусов – это потеря наиболее боеспособных людей наиболее боеспособной техники в начальном периоде операции, когда командование, еще не поняв, в каком раскладе оказалось, гнало людей вперед, темпа-темпа-темпа. На авось, вдруг получится. Наиболее ярким и характерным примером того, что получилось был этот самый штурм нашими танкистами высоты 307,9, о котором я писал, что надо было делать вместо этого. Поступить чисто по-армейски, помнить про сроки и представлять себе, что придется делать, когда сроки подойдут. Многим, кстати, в реальной жизни и в размышлениях на исторические темы не хватает правильной армейской школы или хотя бы работы в гражданских конторах, где большая часть состава – бывшие военные. Правильные военные. У правильного военного метод и ход выполнения задачи определяется, помимо самой задачи, еще и другие.